Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! С вами Вячеслав Котляров. Харькове, 9 часов 12 минут, 28.07.2016 года. Данный ролик я записал с Олегом Кныревичем. Олег, конечно, немножко путается в показаниях. Человек волнуется, да и, вы знаете, как говорится, открывать тайну золотого ключика – дело нелегкое. Я сознательно делаю такие ходы, чтобы человек мог полностью развернуться. Я понимаю, что он допускает ошибки в своих размышлениях, но благодаря его размышлениям я понял, что можно идти дальше и открывать заветные двери знаний. Как-то мы с вами болезненно среагировали на то, что вначале была информация, что мы живем в соте, теперь мы живем в ромбике. Так это только приисказка. Начало ролика я долго монтажировал, рисовал, скажем так, схематично определение, чтобы вам было понятно. То есть сота – это сота. В соте находятся ячейки. В каждой ячейке по три солнца. По кругу, вокруг этих ячеек, ходит солнце основное. Нам оно известно, как Ярила. Я понимаю, что информация наваливается и появляется больше вопросов, но это замечательно. Тут еще знаете, на что я сделал акцент? Есть же люди, которым не надо доказывать, они и так знают, что Земля сотовая. Есть людям, которым вообще ничего не надо доказывать. Они живут в своем иллюзорном мире, думают, что наша планета маленькая, кругленькая. Но то их проблемы. Ковчег, он, вы знаете, имеет свои объемы и масштабы. Поэтому, как там говорилось, боливар двоих не вывезет, да? Печально, что наши сородичи находятся в таком мороке. Причем вот этот, кстати, морок, пресловутый, Ночь сварага. Это же как раз-то и есть, на самом деле, вот это химическое оружие, которое на нас использовали 200 лет назад. Но оно теряет свои свойства, потому что те захватчики, которые 200 лет назад прилетели, они, как говорится, уже давно улетели. И такое оружие против нас не будет использоваться. Используется другое оружие. Телевидение, средства массовой информации и так далее. Я понимаю, что информации наваливается много. И все-таки Олежка, он как бы яркий представитель, значимый человек, что все идет согласно купленным билетам. То есть люди самостоятельно просыпаются, начинают искать ответы на те вопросы, которые они задавались на протяжении всей своей жизни. Я с удовольствием всех буду корректировать, дополнять, исправлять. Нужно дать выговориться, потому что жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Не смей звену не придавать значения. Еще раз повторю, основной упор сделайте на первые пару минут роликов. Желательно первые пару минут ролика прослушайте несколько раз. Или вообще выключите звук. Постарайтесь внимательно изучить. Для тех, у кого, к сожалению, нет возможности визуально изучить, я сообщаю это вслух. В соте находятся три ячейки. В каждой такой ячейке есть три солнца лампочки. Помимо этого, есть еще основное солнце Ярила, которое ходит по кругу. Когда-то солнце Ярила было статично для каждой ячейки. То есть в каждой ячейке было по одному Ярилу. Было их три. Дальше в ролике будет понятно. Да, Олежка допускает ошибки, но это не принципиально важно. Важно то, что благодаря его стараниям я смог перейти, так сказать, на следующую ступеньку своих, так сказать, размышлений и освещений тех или иных знаний. Не просто, не просто. Видите, вот вход ко нем был сделан. Некоторые ролики, точнее даже информация некоторых роликов, она предназначена для середняков. То есть есть люди, которые в сотовой земле, в устройстве сотовой нашей планеты, не сомневаются. Есть люди, которым все по барабану. А есть середняки, которые не знают, к какому лагерю примкнуть. Так вот, я для них специально делаю такие ролики. То есть если они вчера сомневались, земля сотовая или маленькая кругленькая, то сегодня их сознание переключено на совсем другой вопрос. Земля сотовая в виде ромбиков или земля сотовая в виде шестигранников. То есть середняки уже не будут задумываться. Маленькая планета, полая, плоская. Они будут уже думать, как же сотовый мир-то устроен. Вот почему. Поэтому то, что я делаю, я делаю осознанно и сознательно. Я не всегда говорю то, что думаю, но всегда думаю то, что говорю. Поэтому приятного изучения новейшей информации. Кто жаждел знаний, получайте их. Приятного просмотра. Если как рассматривать, я просто специально тебя не перебивал, чтобы твой ход мыслей не сбивать. Но вообще ты тоже, ты прав, но я тебя дополню. Дело в том, что помимо того солнца, которое ты обозначил, в каждой соте существуют еще дополнительные солнца. И вот это два солнца, это не с соседнего купола мы видим, а просто, как скажем так, основной фонарь, который по кругу ходит. И маленькие подфонарики. То есть в нашей соте находится несколько солнц. Я так понял, что в каждой соте тоже солнце есть. Да. Вот в нашей и 9. В смысле? В какой соте? В нашей, где мы живем. Ты имеешь в виду над тремя землями? Да, да, чисто нашу соту. Вот у нас 9 солнц, которые значительно меньше, чем то, которое ходит по трем сотам. Вот эти, смотри, фишка в чем? Вот ты все правильно обрисовал. То, которое ходит по трем сотам, оно нам задает зиму, осень, весну, лето. Те солнца, которые у нас статичны находятся, они выполняют роль только подсветки. Не большей, не меньшей. Они не влияют на смену времен года. Это что, голос свой прячешь? Вот смотри, Луна двигается... Ты записываешь уже? Да, уже писал. Смотри, вот Луна двигается против часовой стрелки вокруг нашей ячейки. Вот три ячейки, и в каждой Луна крутится против часовой стрелки. Солнце же... Что-то не могу понять, почему картинка эта слабо видна. Стоп. Подождите. О, все, сделал картинку на весь экран. Вот. Вот Луны, Луны, двигаются против часовой стрелки по нашей ячейке. Вот мы видим на этой иллюстрации. Вот. Но это символический рисунок такой. Это не точные данные, что прямо это как фотография из космоса, что это мы наблюдаем реальную картинку, там на каком-то определенном расстоянии, где-то из космоса. Это так символически, чтобы было ясно и как-то хоть доступно, понятно. Схематически. Да, да, понятно, доступно, чтобы было. Вот мы видим перед вами здесь как бы три таких вот круга. Они по размеру, вот такие три круга, в одном круге. Это указывает на то, что они вращаются вокруг, вращаются против часовой стрелки. То есть вот так вращаются. Это как бы подобие, как движется Луна по нашей ячейке. Вот так. И как бы показано, что она замирает. Вот именно в таких отношениях. Вот она замерла здесь, замерла здесь, замерла здесь. Также мы видим и на других ячейках, что тут такой же рисунок, как и вот еще один. Вот. Также мы видим еще три больших круга. Это тоже символическое движение вокруг наших трех ячеек, что говорит о том, что у нас три Солнца. Три Солнца. И эти три Солнца, они двигаются не как Луны против часовой, а по часовой стрелке. То есть задают такой вопрос, что по математике, если так считать, то почему же тогда она выходит сразу же, как бы через 12 часов сразу же и появляется на Востоке, а когда еще существуют такие же три ячейки, то получается оно должно тогда выходить через 24 часа. Если, например, 12 часов в день идет, то прибавляем два раза, то 24 часа. Что бы я хотел еще так пояснить, чтобы так было наглядно понятно. Вот мы наблюдаем, что здесь вот тоже таких вот три круглых изображения, что символизирует собой три Солнца, вращающиеся по своим ячейкам. То есть оно, значит, может так вращаться, может как-то иначе вращаться. Точно сказать мы тоже не можем, не будем гадать или выдумывать или что-то еще. Если бы действительно можно было бы удалиться на такое расстояние, действительно посмотреть. Ну, вот и все, вот мы закончили. Размышляйте, думайте, как оно, что подсказывайте, может что-то и вам придет в голову. Будем разбираться с этим делом. Про подсолнух скажи, пожалуйста. Вот, и также я бы хотел еще добавить, что вот эта вот ячейка, да, вот эта вот напоминает семечку, одну семечку с тремя гранями. То есть грани мы здесь не видим, тут просто символически круглые все окружности. Но, как я нарисовал в предыдущем ролике, мы как там разговаривали с Вячеславом, что вот таких вот семечек в нашей, в нашей, это самое, в подсолнухе, то есть будем, грубо говоря, что как во флоре, так и во фауне существуют такие вот вещи, я имею ввиду, что подсолнух, вот взять, взять нас, к примеру, подсолнух, и там вот множество разных, большое количество самих семечек. То семечка, это и символизирует вот эти три ячейки, а подсолнух, это символизирует одну из ячеек, которые находятся у нас у всех на большой, огромной планете. То есть вот, например, вот так. Вот, что вот эти подсолнухи, их огромное количество, вот таких вот подсолнухов, в котором содержится в одном подсолнухе приблизительно 381 вот такой вот семечка. И также мы видим, что здесь три такие вот ячейки, как одна семечка. Все, что я хотел сказать. Все, можете дополнять, можете нам что-нибудь еще сами подсказать. Подсчитать там что-то еще. Какое-то сделать замечание. Ну, на этом, я думаю, остановлюсь. Может, что-нибудь Вячеслав добавит. Ну, в двух словах скажу, и пока нажмем на паузу, что на семечку, если сверху смотреть, она в своем роде тоже ромб напоминает. И вот это же у семечки, даже вот назовем его хвостик, он как бы кругляшок внутри ромб. Если мы на семечку смотрим со стороны, то, получается, мы увидим ромб, а внутри семечки этого ромба мы видим маленький, в каждой семечке маленький кругляшок. Или глаз, как правильно было замечено, что на долларе глаз. А вот, например, ее перевернем вот так вот. Да, ты имеешь в виду так, да? Смотрите. То она напоминает вот этот. Вот этот вот иллюстрацию эту. Получается так, да? Ты не записывал сейчас? Ну, давай буду записывать. Не надо записывать. Не надо. А не переживай, ты же знаешь, я монтажом могу все убирать лишнее. То есть, смотри. Получается так, вот парень сразу же написал нам сообщение. Вот смотри, я тебя сейчас его зачитаю. Если солнце так летает, то почему не совпадает день 12 часов, а ночь длится бы 24 часа? То есть, он имеет в виду, что должно быть, что оно должно вылезти, как бы, через 24 часа только должно появиться на горизонте. Он в этом прав. А я же упоминал там про три солнца. Вот. То есть, ты добавь, что напоминание в первом ролике было про три солнца. Понял? То есть, чтобы они не так не перекрутили, что мы, мол, тут занимаемся ерундой и сами себя редактируем. Почему? Мы имеем право себя редактировать. Многие остановились. Ну, конечно, мы имеем право себя редактировать. Пойми, что люди все разные, по-разному все понимают. И скептически ко всему относятся. Ты же не забывай это. Потому что люди остановились на плоской земле и настаивают, что она плоская. Есть люди, которые остановились, что земля маленькая и кругленькая. Есть люди, которые настаивают, что земля полая. И мы внутри живем этой полой земли. А сотовая земля, она собирает все в совокупность. А с вами был Вячеслав Котляров. Я очень рад, что вы меня слышали, слушаете. Буду стараться. Буду стараться изо всех сил донести весь тот огромный пласт той мега информации, которой мне посчастливилось прикоснуться. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры, как мы сейчас сделаем Иркат Семеновка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...